А какая раньше была жизнь у этих близнецов? И сможет ли Доминик помочь своему брату? А вообще нужно ли ему это? Узнаем во второй серии, я знаю, что это правда. Он делал что, похуже? Намного хуже. И что же? Насиловал маму и заставлял нас смотреть. И он... Видео создано при поддержке моих дорожайших бустеров. Спасибо вам большое. Устраивайтесь поудобнее, и мы возвращаемся к тяжелой истории братьев-близнецов. Окей, сериал продолжается. Мы снова возвращаемся во времена, когда мальчики еще ходили в школу. И вот у них была экскурсия, они должны были поехать на статую свободы, поплыть до нее, посмотреть. И если Доминик, скажем так, вписывался в это маленькое общество, то вот Томас... Ну, Томас. Но вот во время поездки он решил пойти в туалет. Не по маленькому, по большому. И воняло, блин, на весь автобус, а вы понимаете, как дети к этому всему относятся. Но это еще полбеды. Ведь потом, спустя 5 или 6 минут, Томас попытался выйти, а дверь... Дверь не открывалась, и он начал паниковать, он начал кричать, кричать прямо на весь автобус. И Доминик пытался ему помочь, но и одновременно еще хотел провалиться сквозь землю, потому что весь автобус смотрел на Доминика. И дети не разделяли на нормальный брат и брат-дебил. Они просто считали, что это братья-близнецы-дебилы. Так вот, затем пришла воспитательница и сказала, поверни ручку налево, Томас. И дверь откроется, но он пытается, дверь не открывается. Он начинает еще больше паниковать. Приходится позвать водителя автобуса, и тот говорит, что... Мальчик, попробуй повернуть ручку налево. Однако дверь все равно не открывается, и тогда он говорит, что придется вызывать спасателей. И пока мы их будем ждать, это 2 часа минимум. В общем, на статую свободы мы не успеваем. Вот такая вот гринжовая и дебильная ситуация, а Томас продолжает кричать, ведь он заперт. И тут, спустя буквально 5 минут, один самый умный мальчик из класса говорит, а, ну, скажите Томасу повернуть ручку направо. Но замок открывается влево. Да, но может быть он не понимает, где право, а где лево. В общем, они говорят Томасу повернуть направо, и действительно, он открывает чертову дверь. И именно тогда Доминик понял, что в этой жизни с этим братом будет тяжело. Это, правда, не конец истории, потому что, когда они подъехали к парому, и тот должен был отправить их на статую свободы, Томас сказал, что боится плыть. И Доминика и Томаса оставили вместе с водителем на берегу, и те просто смотрели, как паром уплывает. Вот такая вот история из детства. А, это было 30 лет назад, а что сейчас? Сейчас у Доминика чертовски болят яйца. Вы же не забыли, что его хорошенько так приложили. Так вот, попали прямо по самому святому. О, кажется, я забыл вас кое с кем познакомить. Это его девушка, Джой. Она рассказывает, что недавно поговорила по телефону с одной звездой. Но Доминика это не особо тревожит. Его куда больше интересует собственный брат, который сейчас находится в больнице. А Джой хотела бы, чтобы он так же заботился о ней, как о своем брате. Но этому не бывает, ведь я не сумасшедшая. Это спорно. В общем, отношения у этих двоих наколены. Джой отправляется на работу, а Доминик слушает автоответчик. И тут ему оставляет сообщение какая-то Лиза Шефера. Это соцработник из той самой больницы, где сейчас находится Томас. И она говорит, что занимается Томасом, поэтому если он хочет что-то разузнать, пускай приезжает и она готова поговорить. Доминик хватает руки в ноги и пуля мчится к ней. Наконец-то встретившись, она объясняет ему, как и что будет дальше происходить. Во-первых, не было никакой ошибки. Томаса действительно перенаправили в эту больницу, чтобы последить за ним 15 дней. Вообще, что он? Как он опасен? Он не опасен? Он потому что все-таки он достал нож и отрезал руку. Пускай свою, но руку. Ну, в общем-то, за ним стоит последить. Конечно, услышав эту информацию, Доминик начинает психовать и говорит, какие, какие 15 дней? Вы что, издеваетесь? И Дня тут не должен находиться, для него это тяжко. Но женщина, как только услышав, что Доминик повышает голос, говорит, понистит он, и тогда я расскажу вам, что будет дальше. Доминику приходится успокоиться, и женщина говорит, 15 дней это только проверка. А потом, либо мы его отсылаем обратно в интернат, либо выписываем, либо оставляем его на лечение на год. Доминик раздавлен, и он говорит, ну и что, я сейчас скажу своему брату, то есть я увижу его и скажу, братишка, ты либо 15 дней здесь проведешь, либо еще 365. Но тут женщина говорит, а у меня еще одна новость, тебе к нему нельзя. Только через две недели. Две недели. Через две недели он выйдет. Не обязательно. Короче, ситуация дерьма. Однако у Томаса есть личный психотерапевт, и Лиза предлагает Доминику с ней встретиться. Ну, чтобы в любом случае коннекшн какой-то был. Они договариваются о встрече, и да, я забыл вам сказать, что Доминик так-то работает еще. А он красит дома. Однако из-за всего недавно произошедшего он, конечно, не мог выходить на работу. И поэтому он приехал к своим заказчикам и попытался объяснить, что, ребята, я скоро буду доделывать всю работу, просто сейчас такая ситуация, плюс еще дождь. Простите меня, конечно, скоро продолжу работу. По дороге до дома, где сейчас живет только отчим, Доминик рассуждает, что дом построил его дедушка, который умер в тот же год, когда мать забеременела ими с Томасом. А теперь в этом доме живет только отчим, которого Доминик в детстве ненавидел, и вообще его хобби было представлять, как он убивает своего отчима. Я снова и снова мысленно убивал его. Да, а теперь накрывает его одеяльцем. Доминик рассуждает, неужели их с Томасом отец настолько ужасен, настолько плох, что мать решила скрывать от них всю информацию и унести всю эту информацию вместе с собой в могилу? Неужели все настолько плохо? Доминик приезжает на работу к Лео, это тот самый друг, который снимался в рекламе. Они подружески разговаривают, и Доминик рассказывает про всю ситуацию с Томасом, про то, что две недели придется ждать, а потом еще не факт, что он вообще выйдет, и еще то, что у него яйца, капец как сильно болят, после удара от охранника. Ну и тогда его кореш предлагает такую гениальную идею. А он предлагает сфотографировать яйца Доминика, но не просто так, а для того, чтобы использовать их в качестве шантажа против этой самой больницы. Мол, если вы не выпустите моего брата, я пойду в полицию и заявлю о беспределе, что меня вот там избили ваши сотрудники, тыры-пыры, и когда они выполнят свою часть сделки, то все равно иди в полицию и подай на них в суд. В общем, Доминик задумается, что, ну может это и не такая уж плохая идея. А пока его друг разговаривает по телефону, объясню, кто он вообще. Итак, у Доминика есть бывшая жена, у нее есть сестра, и вот он как раз таки муж ее сестры. Так вот, муж сестры работает у тести, он как раз позвал его к себе в кабинет, а когда Доминик смотрит на него, то его резко флэшбэчит. Воспоминания. Воспоминания о жизни с женой и о том, как она была беременна. Но Доминик гонит эти мысли прочь, и вообще потом возвращается друг. Лео, кстати, говорит, чтобы Доминик записал его в посетители к Томасу, потому что он тоже волнуется. Сразу же после кореша, Доминик поехал к врачу фотографировать свои яички и снимать побои, ну там, скажем так. И фотографии были успешно сделаны. Блять, сука. Надеюсь, вы еще не забыли, что у Доминика назначена встреча с лечащим врачом Томаса. А он чуть раньше приезжает на место, ожидает ее и вдруг видит мать с дочкой. И снова воспоминания. О семейной жизни с женой и дочкой. Как-то раз Доминик проснулся посреди ночи и пошел посмотреть, как там дочь. Ну и... Что-то не так. Нет. Не знаю, что делать. Нет, нет. Просто дочь перестала дышать. И это очень жесткий момент, потому что показывается все прямо от начала до конца, как он подходит, потом начинает осознавать, что произошло, потом подходит жена. Это жесткий момент. Реально жесткий. Маленький гробик. Похороны. Этого Доминик никогда не забудет. А еще не забудет своего брата. Брата, который прямо на похоронах утверждал то, что дочь Доминика не погибла, а ее убили. Убили, чтобы насолить Тулмасу. То ли ЦРУ, то ли ФСБ, то ли сам Пабло Эскобар. И представьте, все это он рассказывает на похоронах дочки Доминика. И, конечно, он не выдерживает. Им нужен был я. Прости. Ты здесь ни при чем. Это все Пабло Эскобар. Хватит, хватит, хватит. Одним словом, это пиздец. Конечно, Доминика и жену поддерживали как могли и приносили им всякую еду, но есть тогда им совсем не хотелось, поэтому он просто ждал неделю, потом выбрасывал еду, мыл тарелку и привозил ее обратно. Тесть говорил, что это нужно пережить, и то, что нужно завести еще одного ребенка, и тогда боль утраты смягчится. Доминик этого не понимал, будто бы нужно просто заменить ребенка. Жене, как вы понимаете, тоже было очень плохо. Не знаю, какие мысли ее посещали, но через какое-то время они начали ходить на групповую терапию, и жене вроде как становилось легче, а вот Доминик понял, что это место не для него, потому что все эти сентиментальные люди просто барахтались в своем горе. Клуб мертвых детей. Еженедельные сожаления. Да и в очередной раз, когда жена захотела поговорить о дочери, о чувствах, Доминик сказал, ну и что, ну мы поговорим, мы поплачем, но она от этого не оживет. Доминик по-своему справлялся с утратой. Брал машину, ездил по ночному городу и уезжал на водопад, откуда потом прыгал. И так время шло, и близился день рождения их дочери. Жена сразу начала к этому готовиться, поэтому купила путевки в Грецию. Купила она их, кстати, на деньги, которые выплатила страховка. В общем, Доминик отказался от поездки, сказав, что не будет ехать на деньги, которые выплатили со смерти, но на самом деле ехать он не хотел, потому что боялся остаться с ней наедине. Боялся, что им придется переспать, и она забеременеет. И ведь оставшись в каюте, он не сможет никуда уехать или убежать. В общем, после того, как умерла их дочь, они еще занимались сексом, но он все время... Прерывался пораньше. Так вот, назло, жена поехала одна, а у Доминика был свой план по исцелению. Доминик Берти? О, извините. Будет его как раз таки доктор Потель, психотерапевт Томаса, и они направляются к ней в кабинет. Она рассказывает, что сегодня Томас во время еды увидел камеры, подумал, что за ним следят, начал психовать, кинул еду в камеру, затем началась потасовка с другими пациентами, и их разняли только охранники, из-за чего его пришлось посадить в одиночку. Но они на долгое время его уже выпустили. Доминик спрашивает, ну и как он сейчас? И доктор говорит, что ему, скорее всего, повысят дозу галлоперидола. Когда ему в прошлый раз после истерики повысили дозу, у него внутри будто свет погас. Доминик не хочет, чтобы его брата сажали на галлоперидол. Поотель согласна с Домиником, однако есть врач, который назначил галлоперидол, и все. Тут особо ничего не попишешь. Поотель спрашивает, вы устали, Доминик? И он говорит, да, устал за эти 40 лет. Поотель рассказывает, как они сегодня с Томасом пообщались, что он рассказывал про брата Доминика, о том, что он очень умный парень, у него очень много книг дома. Поотель начинает расспрашивать, а как проходило детство Томаса и Доминика, и Доминик рассказывает, что Томас в детстве беспокоился. Но, но стоп, вообще какое это имеет дело? Спрашивает он. Вам неприятно вспоминать прошлое? Доминик говорит, я же нормальный, зачем вы вообще начинаете расспрашивать меня? Меня же лечить не надо, однако доктор Поотель говорит, что вы его брат-близнец, причем здоровый. Вы это он, а он это вы. Вы не просто братья, вы нечто большее. И вот доктор Поотель предлагает включить запись сегодняшнего разговора с Томасом. Конечно, Доминик спрашивает, о, а как же правило приватности? Однако Томас дал свое согласие. Запись включается, и там сначала Томас говорит какую-то непонятную билиберду, а потом называет доктора Сьюзи Кью. И казалось бы, просто мысли шизофреника. Однако, Доминик говорит, что Сьюзи Кью так называл отчим их мать. Когда? Когда злился на нее, высмеивал. Запись включается дальше, и Томас рассказывает про брата, про то, что тот очень умный, много читал, раньше работал учителем, но потом почему-то уволился и стал красить дома. Томас про Доминика говорит только хорошее, но потом речь заходит про отчима. И Томас говорит, что он бил их. Очень сильно их бил, и один раз, даже пряжкой от ремня, выбил зуб Томасу. И вот Доминик говорит, что эта история вымышленная, но запись продолжается, и тогда доктор спрашивает, а Доминика отчим бил или нет? И Томас говорит, что нет, отчим Доминика особо не бил. Мне хватало ума вовремя закрывать рот, а ему не хватало. Дальше доктор спрашивает, Томас, а как ты думаешь, почему твоего брата щадили, а тебя били сильнее? И он говорит, так я знаю почему, потому что отчим мне завидовал и чувствовал и знал, что я богоизбранный, что у бога есть особый план на меня. Но знаете, доктор, отчим не только это делал, еще он открывал шкаф и писал на мою одежду. Это еще пустяки. Затем доктор спрашивает, а что еще делал отчим, и тут просто у Доминика отваливается челюсть. Томас говорит, что отчим заставлял их смотреть, как кто-то насилует их мать. Доминик сразу говорит, что это бред. И это тоже не все, потому что Томас говорит, что отчим насиловал его карандашами и отверткой. Однажды это была ручка от ножа. Я не могу, не могу, все, хватит, хватит. Доктор спрашивает, расстроили ли слова брата Доминика, и он такой, нет, вы что, я просто восхищен. Брат рассказывает, что отчим насиловал его ручкой от ножа, как вы думаете? Да, жилось нам довольно хреново. Рэй, каждые пять минут вспыхивал, как спичка, но он не насиловал его отверткой. Доминик уже и сам вспылил и говорит, что он всю жизнь будто бы чувствовал якорь на своей шее, который тянет и тянет его на дно, в виде своего брата. Раньше он думал, что сможет отстраниться от своего брата, но вот ему 40, и он до сих пор расхлебывает его дерьмо. Что он, мой крест. Высказав все это, Доминик успокаивается, доктор говорит, что больше не будет включать записи Томаса. И вообще, она кое-что поняла. Что два юноши заблудились в лесу, и одного из них я, возможно, найти не смогу. Он заблудился так давно, что, боюсь, шансы крайне малые, но со вторым может повезти больше. Второй, возможно, сам меня зовет. И что бы это, блять, могло означать? В общем, Доминик возвращается домой, а там его девушка вместе со своим другом, геем готовят, развлекаются, тусуются. Предлагаю Доминику тыквенные семечки, которые они приготовили, но Доминику сейчас явно не до тыквенных семечек. Тут его девушка начинает психовать, почему он весь такой угрюмый, нельзя вообще себя так вести, он вообще портит атмосферу. Вечно ты все портишь. У меня был тяжелый день, и приходя домой, я хочу поесть. Нормальной еды, а не гребаные тыквенные семечки. Это очередная ссора, и Доминик говорит, слушай, а почему бы тебе просто не взять своего друга или как он там, подругу и свалить отсюда? Пошел ты! Ну и под звук уезжающей машины Доминик засыпает. Конец второй серии. Вы чувствуете, чувствуете, насколько тяжело Доминику? Я вот чувствую. А в третьей серии ему станет еще тяжелее, и он раскроется с новых сторон. Кстати, вы уже можете посмотреть третью серию на Бусте, да, она уже там лежит и ждет вас. И вновь я восхищаюсь Марком Руффало и сюжетом, потому что он меня реально заинтриговал. Я вот прям сразу на следующий день новую серию сделал. В общем, спасибо огромное, Бустер, за то, что вы меня поддерживаете, вы самые лучшие. Также не забывайте писать комментарии и ставить свои лайки. Всех обнял.